это еще не все части далеко я говорил что еще будут но здесь уже самые основные образы разобраны и самые основные образно-смысловые последовательности это будет конечно же возможность дома почитать все такое поэтому может быть какие-то определяющие вопросы шеста п разберем вот по буквице то есть потому что и это с буквицей это не тоже я что-то вот такое расскажу сейчас вот быстренько и удастся это запомните на всю жизнь и знать буквицу нужно изучать буквица в этом отношении глубине и нынешней физики потому что физики там есть хоть хоть набор каких-то книг которые достаточно вычитать и уже человек считается как бы доцентом а здесь важно об этом мыслить и мыслить постоянно и осмыслять и изучать и так дальше и гарантии что человек в конце концов правильно поймет ее в принципе нету это только если человек будет качественно стараться он сможет ее понять и аум арасе очень много глубин поэтому ну вкратце вообще известно что в ней 64 основные буквицы есть огромное количество вспомогательных поэтому я даже не буду говорить сколько их я не знаю просто не знаю никого кто бы знал сколько их их очень много 64 основные классические сами символы нужно видимо погрузить внутрь себя и рассматривать эти символы под разными гранями открывать новые грани этих букв и символы в основном все они и сейчас известны 64 33 из них но мы пользуемся и до сих пор кроме того часть такая как допустим буквица ра она вошла в английский алфавит как буквица р но и так дальше нужно из изучить сами сами буквицы их не значение и чтобы эта картина нужно изучить все да и чтобы эта картина была во всей полноте в образном мышлении да нет нужно изучить все нужно пытаться это осмыслить и постоянно на эту тему мыслить потому что здесь нет на принципе это изображение маркияна со словами пешицкого в своей огромной книге которую он издал в 909 году он посвятил часть плав несколько отдельных глав именно конкретно нашей письменности и данный текст развился из его статьи которая называлась украинский прописаност alguém и иисуса конечно имеется ввиду не только в качестве нынешний такой вот украины о имеется ввиду когда вы все славянска и и даже точнее общечеловеческая прописанность но она то писал конкретно для украины поэтому он не писал про письменность папуасова описал конкретно про письменность управе рассматриваются основные подходы допустим описывается особенностях этого писания описывается, что в этом писании намеренно выделяется буква сочетания «Ара» в обозначении «Уважение Всевышнему», ну и некоторые другие данные приводятся. Известно, кстати, что эта письменность является отображением Вселенной. Уже видео где-то встречалось? Да, я слышал, да, вы говорили об этом. То есть всё, в принципе, биология, физика, всё в ней завязано. К примеру, когда Кэй рассказывал своим детям, как создать сверхъядерную бомбу, он именно пользовался отсчётом Аум-Ар-Асии. Кстати, известно, что ядерную бомбу можно хоть в погребе построить? Нет, мне неизвестно. Если захотеть. Мне известно. Можно. Причём в текстах есть описание даже разных вариантов. Видимо, так и оно и появилось в современной цивилизации. Не, ну в современной цивилизации взято очень много самых примитивных каких-то методов, и они возведены в некий прямо такой, что ли, культ. Допустим, печатание — это тоже примитивный метод, который был известный в Шумере и в Китае. Просто сейчас его очень так уж прилезали, очень так уж причухали и выдавили из него все возможности, которые только можно. Допустим, подрыв и передвижение или перемещение с помощью взрыва пороха — это тоже очень древнеизвестный принцип. А сейчас на этом огнестрельное оружие полностью задействовано. И, в принципе, ракетная технология от примитивной пушки отличаются только тем, что они высчитывают, с какой стороны как все вот это менять горение. То есть, по сути дела, это очень хорошо контролируемый взрыв тот же самый, ракетный полет. Отчасти замедленный, иногда ускоряемый, до микрона контролируемый взрыв. То есть, как бы технология сама по себе мега проста, но они ее вот так аж изучили до глубин и вот настолько контролируемо используют, а как бы можно было взять какую-то другую технологию и тоже пользоваться. Да, конечно, интересно. Нет, но это же общеизвестно. Ну, в принципе, да, с порохом понятно, как оно все происходит. Но какая разница порох или ракетное топливо? Та же идея, только чуть другая штука уже. Да, давно бы уже научились осваивать околоземные пространства, вместо развития этих технологий. Так вот, что, возникли какие-то по ходу просмотра или что? То я так поверхностно смотрю. Я вижу, что каждое слово, в каждом слове можно слово разложить на образные значения, и все это сочетает в себе одно слово. Это поэтому, конечно, интересно. Да, кстати, какие идеи относительно философского значения слова КГБ? Ну, относительно этого я как бы об этом не размышлял. Философское значение этого слова? Ну, КГБ это вообще структура, созданная в нынешней цивилизации для контроля за сознанием тех людей, которые отклоняются от общепринятой модели, вернее, установленной модели поведения в том обществе, где и возникла эта структура КГБ. Какое у них может быть философское значение? Ну, комитет государственную безопасность. Прекрасно. Прекрасно. Потому что в действительности мне попадались некоторые люди, я им даю такое задание, и они уже такое. О, так «К» это буквица «како», «Г» это глаголи, «Б» это «боги», «А». Ну, наверное, «КГБ» это как «боги» сказали, так они и делали. То есть у некоторых бывают такие глюки, но не нужно таким глюкам поддаваться. Например, в интернете можно кучу найти глюкопотамов, которые именно на таких глюках и строят свою философию. Просто куча. Мне вообще интересно «глюки» и само слово, потому что вы используете глюки. То есть это получается иллюзия, обман, который человек сам себе создает и отталкивается. Ну, я использую это слово не в его понимании наркоманами, а в его понимании программистами, где глюк это воспринимается как программный сбой компьютера или некоторых приложений или некоторых программ. Их очень много, конечно, у людей. Ну да. Сплошь и рядом. Один сплошной глюк просто. Так вот, возвращаемся к нашей священной письменности. Письменность древняя, письменность не имела чёткого 64-буквенного выражения и была сведена до 64-базовых параметров, Саагастом и его священнослужителями 7000 лет назад. С тех пор она используется как классическая, плюс используются разнообразные производные, подчинённые и так дальше знаки. Как бы кто, зачем её искажал, известно? Кто неизвестно для меня? Не верю. Я могу познакомиться, в принципе, чтобы не повторялись. Как наша письменность, вернее, как нынешняя нам навязанная письменность называется? По которой системе вот обучают, да? Да. Но это кириллица вроде, да? Да. Вот был такой ходячий глюк, его звали Константин. Потом в монашестве стали звать Кирилл, но глюкопотамность его от этого не поменялась. У него ещё был брат Мефодий. И они специализировались на идеологической дебилизации с последующим уничтожением славянских народов. Сознательно, да? Конечно. Это конкретно, они были как такие... Сейчас даже таких должностей, наверное, нету, а может есть. Сейчас они, по крайней мере, так открыто не подписаны, что вот это они. А они служили поочерёдно то Папе Римскому, то императору Константинопольскому. Вот как эти товарищи находили какой-то народ, который они хотели уничтожить, они или запрашивали, чтобы те написали какую-то инструкцию, или звали их прямо, так сказать, на линию фронта. И те придумывали этих крестить, с этими стравить, так повоевать, этим это запретить, этим то навязать, и всё будет. Это именно Кирилл и его брат Мефодий, да? Да. Можно предположить, что эти сущности сознательно воплощались в то время, чтобы эту работу выполнить. Чёрт их знает и подозреваю, что очень хорошо. Ведь они сознательные были черномагические товарищи. Сознательно, когда, допустим, в Моравии их встретил один из рахманов, он достал священный знак и сказал, «Ну хорошо, вот вы как бы молились своему товарищу, давайте вместе прославим Всевышнего». И описывается, что когда они увидели священный знак, они покрылись язвами и сбежали. Это в рахманских летописях. Значит, сознательно. У Кирилла конкретно на рожи и на руках вылезли язвы, и они вдвоём просто сбежали с того места. Да, вы интересно рассказываете. Сразу погружаешься в события тех дней. Ну это конкретно из одной из рахманских хроник. Моравия – это территория Польши, отчасти Чехии, отчасти Германии нынешних. Ну и там тоже как нужно было поуничтожать славян, и Папа Римский туда их направил. Они там извращались поочерёдно над руническими, литическими и буквенными письменностями славян. Ну вот в ранние годы они извращались так очень по чуть-чуть. Они как бы рекомендовали, давайте сократим, давайте извратим, но у них не было какой-то внятной тенденции. И поэтому сразу, как, допустим, христианское войско, и они оттуда бы убирались, то сразу славяне возвращались в естественное состояние. Потому что они это бессистемно делали. И их на созданное Франкенштейна не приживалось просто. Но я привожу параллель с тем монстром, который вымышлен как творение Франкенштейна. И вот как он не жизнеспособный, так и та вся бредятина была не жизнеспособна. А уже в Хазарии они создали очень жизнеспособную версию сокращённой буквицы. Они ей также дали некие редуцированные образы. Они ей оставили, в принципе, отчасти славянские диалектические названия. Они в ней также создали систему по типу упрощённой версии Аум-Ар-Асии. То есть, если раньше они просто бессистемно брали, говорили, это запретить, это запретить, это оставить, это из греческого, это из еврейского, это из римского вставить и вот эту Франкенштейну создать, то в Хазарии они уже Франкенштейну не создавали. Они просто поампутировали нашу письменность. И при этом они её поампутировали не то, чтобы отгрызть просто кусок тела и оставить рану. А они аккуратненько это всё зашили и сказали, что так и было. Как в Одессе говорят, что так и было. Совершенствовали. И вот эта зараза осталась. И каким-то путём она перешла в наследство Александру Хиневичу. И Александр Хиневич эту болезнь сейчас распространил под названием Славянская Буквица. И в интернете на большинстве сайтов под названием Славянская Буквица известна именно первая Кириллица. Но когда Кирилл с Мефодием уже вот эту вот заразу создали, и когда они увидели, что в Хазарии... Известно же, что такое Хазария или нет? Да, да. Что такое Хазария? Территориальное образование иудейского народа в своё время, да? На территории. Не совсем. Давайте разделим её. Из чего она состояла? Хазария? Да. Ну, из территорий современные, известные как вот часть Украины, это Восточная Украина и западная часть Белоруссии, да? Ой, нет, ой, нет. Нет? Как это Восточная Украина и Западная Белоруссия? Это как? Ну, вот Донбасс вот сейчас там... И туда Западная Белорусь? Ну, вот захватывает. Я так себе представлял эту территорию Хазария. Ой, нет. Западная Белорусь от Донбасса очень далеко. Ну, прилегающая именно там. Нет, она даже не прилегающая. Белорусь находится на север от Украины. Чётко на север. То есть она начинается над Киевской, над Житомирской и над Волынской областями она находится. Над Ровницкой областью. А дальше над Харьковской, над Сумской, над Донецкой областями находится Россия. И как раз прилегает к Донбассу Кубань, а не Белорусь. И если ещё быть более точным, то центр Хазарии был город Итиль. Он находился на Волге. Позднее там же также был центр Золотой Орды. Итак, вообще у Хазарии было всего лишь только несколько городов. В городах жили иудеи и тюркское войско. Иудеи это были верхушкой. Тюрки это были войско. А вместо простолюдинов, то есть селян, которых грабили, которых изничтожали, которых насиловали, которых резали просто в утеху. Именно были славяне. Тогдашние лазучики, которые с территории из Крастана туда ездили, они описывали, что там хазары нормально смотрят, чтобы взять славян, допустим, просто резать их из своей ненависти. Ну как бы просто резать. Просто вот садизм такой осуществляется. Это не то, что в бою, это не то, что в наказание. Это просто вот хазарин. Поэтому они себя и называли хазарами, хазивами аревочей. Хозяины арев, как бы. Так как они себя позиционировали. Ну да. И они для себя считали нормальным взять мужчину или женщину и начать их резать просто так. Тогда вот во всей Европе и во всей Евразии это было ужасом. Ну действительно. Ну и сейчас это для нормальных людей воспринимается крайне негативно. Конечно. Сейчас просто все доступно в плане информации. А тогда информация об этом не сразу распространялась, но все равно осталась в памяти. Ну все равно люди знали как бы. Отношения, да. И просто разные... Я не считаю, что тогда информация не распространялась. Просто информация по-другому распространялась. И другие были алгоритмы. Сейчас вот люди верят телевизору и не верят как бы реальности. В древности не было телевизоров, но люди верили реальности и общаясь, они друг у друга узнавали, а как там, а как там. И тогда вот элемент искажения, он был при передаче. Особенно если вторичная, третичная, десятичеричная передача испорченного телефона, это давало сильные искажения. Сейчас же искажения иногда намеренно закладываются в самом начале. Мне попадалась ВКонтакте в том же самом карикатура. Очень много можно найти карикатур на тему того, как работают средства массовой информации. К примеру, там изображено на Донбассе режут, стреляют кучи мертвецов. Во Франции две капли крови и показано, как журналисты поворачиваются задом к Донбассу и все фоткают, увеличивают, обнюхивают вот эти две капли крови, которые там еле и видны. И может то и не две капли крови, но они все их нюхают и прямо там, прямо уже в них. И то, как они их фотографируют таким приближением, можно вообще решить, что эта камера уже погрузилась в океан, и там океан крови. А там это две капли, просто очень хорошо увеличиваются. Свою работу добрые знают журналисты. И мне многократно попадались такие случаи, даже в принципе та же самая Чупакабра. Я очень рад, что мне такой зверек попался в свое время. И я изучал то, как она искажает информацию, как она, допустим, могла мне позвонить, сказать все... Ну, тогда как бы еще община наша существовала. И она такая, по всем звонится и потом мне звонит. Все общинники плохие, все они плохие, все против тебя, я одна за тебя. Потом им звонит, он очень плохой, я одна за вас, а вы будьте за меня. Ну и разные вот такие интриги всякие там устраивало. Пыталась как бы стравить, свести лбами, как говорится, то меня с кем-то, то кого-то другого со мной, то других людей друг с другом и так дальше. То есть это известные методы. Ну, возвращаемся к Хазарам. В Хазарии как бы было три народа. И вот тем славянам, которые там жили, Кирилл и Мефодий создал искусственную письменность. И искусственная письменность прижилась. Поэтому, когда они вернулись в Грецию, они еще усовершенствовали, ну, в своем адском демоническом плане. И если в Хазарии они создались на сорок девять знаков, то в Греции для болгар они уже создали на сорок семь знаков. Ну, а потом калечили, калечили, калечили и до нынешнего состояния докалечили. Вот такая, вкратце, история нынешней письменности. Да, собственно, тут последние двести-триста лет только приобрела эта письменность свое распространение и утвердилась в сознании людей как основное. А совсем чуть-чуть рассмотреть ее корни, то понятно, как Вы правильно описали, из чего она выросла. Итак, то есть с письменностью мы что, разобрались или не разобрались? Ну так. Хорошо, то есть тогда будет изучение текстов и потом уже дальнейшее обсуждение. Что дальше разбираем? Я часто встречал в видеороликах в интернете. Витамины. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...